Субтитры сделал DimaTorzok Когда началась война 2020 года, я была в городе Банадзор у своего бойфренда. И там были дожди, и вот я вот просыпаюсь 27 сентября, смотрю на улицу, там такое солнышко греет, такое красивое утро и так далее. И потом включаю телефон, а там мне мама тысячу раз звонила, и плюс там смотрю новости и так далее, потом звоню маме, потом брату, в общем. И вот с моим бойфрендом мы типа не вместе, но иногда встречаемся. И вчера мне как-то переклинуло, не знаю почему, я хотела, наверное, от работы убежать, а он сейчас в другом городе. Ему говорю, типа, можно приеду? И вечером села в такси и приехала к нему, я сейчас у него. И вот когда выходила, у меня такое чувство было, что я сейчас вот приеду к нему, и опять война начнется. И вот такая мысль у меня была. Пожалуйста, ради сохранения мира на земле. Пожалуйста, ради сохранения мира на земле. Столько ребят погибло, чтобы потом... Мой брат погиб, чтобы потом дали артсак. Не смогли защитить. Не смогли стать сильными за три года. За 30 лет. Интересно, а те люди, которые делают войны, они иногда хотя бы смотрят на небо? А у тебя есть, было потом ощущение, что из-за того, через что ты прошла, потеряв маму, ты в какое-то время, может быть, не знаю, может быть, до сих пор... перестала слышать себя. Есть такое, да. Внутри и снаружи слышишь много голосов, но как будто бы в этом теряешь свой голос. Прыгай. Блин, какая ты высокая, Женя. В Москве, в России, последние несколько лет я жила в каком-то супер себе, в каком-то очень замкнутом ощущении сильного одиночества и отсутствия людей в моей жизни. Ну, типа, они и были, но как будто бы, наоборот, стало легче дышать. Уехал. Бесстрашно? Бесстрашно? Слушай, я как будто отупела и вообще ничего не понимаю, плюс из-за того, что сейчас не в своём доме нахожусь. У меня такое ощущение, что я так далеко от всего. Но вместе с этими, вот, когда читаю, что происходит, типа, вообще не могу концентрироваться. Опять у меня пропало это ощущение реальности. Мне кажется, я всё так одиноко чувствую. Я вам ещё рассказывала про маму до этого. Представляешь, я отправила папе сообщение о том, что я в Ереване. Я отправила фотографии. Он даже ничего не ответил. Почему? Я не знаю. Почему? 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 Продолжение следует...